Тинатин, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений, здравствуйте. Три года вы уже возглавляете федеральный канал Матч. Два с половиной. Хорошо, два с половиной. Вы довольны результатом? Я про рейтинг, конечно. Знаете, Евгения, я отвечаю за околоспортивный контент, а околоспортивный контент составляет 30% всей сетки вещания федерального спортивного канала Матч.ТВ. То есть, таким образом, я не отвечаю за 100%, потому что 70% вещания нашего канала составляют трансляции, и, конечно, от них очень многое зависит. Но, если говорить по итогам прошлого года, то в нашей целевой аудитории мужчины 18+, мы планировали долю 3,4, а закончили год с долей 3,5. Поэтому это хорошо. То есть, план вы перевыполнили, вы хотите сказать? Получается так. А вы довольны тем, как коллеги комментируют ваши успехи в качестве главы федерального канала? Женя, я привыкла. Вы знаете, они по-разному комментируют. С кем-то много лет дружу, работаю, и те, кто профессионалы, те, кто, собственно говоря, очень хорошо понимают, как сложно конструируется сетка спортивного федерального канала, и как сложно, то, что касается, опять-таки, моей зоны ответственности, с нуля создавать контент, они понимают, поддерживают, советуют, критикуют. Критика конструктивная. А многие люди, вы знаете, они даже думать не хотят. Просто мое имя им более известное, им всегда гораздо легче упрекнуть меня во всем, что происходит в российском спорте. К этому я тоже за долгие годы работы в нашей с вами профессии привыкла и нормально отношусь. Вы употребили слово критика. Я вспомнил, как ваше замечание насчет отсутствия телевизионной критики в стране. Кстати, не встречал ни одного телевизионного крупного персонажа такого, ну, из разряда звезд, который бы не говорил бы то же самое, что критики у нас в телевизионной нет. Почему так? Вы знаете, я, наверное, не знаю ответа на вопрос, почему так, но я очень хорошо помню, когда я работала на телеканале ТВ6. Это не в качестве комплимента, но вот, условно говоря, когда делалась там та же газета «Музообос» или «Мы что-то делали», нас Демидов всегда пугал вами. Что вот как Доделев скажет «Это хорошо», Доделев скажет «Это плохо». И у меня, ну, в моей юности такой телевизионной, ну, сформировалось такое ощущение тогда, например, про вас, что вы являетесь неким, ну, критерием качества. Дальше, когда... То есть вы польстили, просто мне... Нет, 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 я теперь наехать не могу, я не могу. Нет, 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 наезжайте, бога ради, о чем вы, нет. Просто правда, ну, вы же прекрасно знаете, что, условно говоря, вот ваше поколение, ребят, кто работал в виде, ребят, кто стоял у основ новой российской журналистики, был совсем другой уровень образования. И, таким образом, право совсем по-другому препарировать и критиковать коллег. Ну, не мне, наверное, говорить, но раз уж вы мне этот вас дали, я отвечу, что, к сожалению, общий уровень понизился. И, наверное, еще в силу того, что технологические изменения привели к тому, что журналистами становятся не только те, кто получает образование. Опять-таки, оно может быть разным, но просто здесь важно быть, ну, если не фундаментально, то просто хорошо образованным с гуманитарной точки зрения. Но вот так, как у всех есть телефоны, и в большинстве своем вот эта диджитал-журналистика, она начинает вытеснять классическую журналистику, ну, или как бы, да, там, сосуществовать, то, естественно, уже непонятно, а на основе чего критиковать, а что хорошо, что плохо, а что позволительно, что непозволительно. Но единственное, что еще раз замечу, в чем проблема, наверное, еще и критики в том числе, все-таки журналистика 20 века отличалась тем, что факты нужно было проверять. Это было очень важно. Ты мог сделать материал хороший, очень хороший, материал так себе, но если у тебя были крутые факты, у тебя были крутые источники, и ты эти факты мог подтвердить, ну, вы помните, как, опять-таки, в наше с вами былое время журналисты могли снимать министров, и журналисты на самом деле могли влиять на власть. И не мне вам про это рассказывать, вы про это сами прекрасно знаете. Сегодня, наверное, с этим сложнее, и с критикой в том числе тоже. Ну, просто значимость журналистского слова, мне кажется, не такая. Сейчас, как собака лает, караван идет, как принято говорить, на Востоке. Сейчас появление какой-либо публикации, она сейчас остается без последствий. Кстати, вот просто по ассоциации вспомнил скандалы последнего времени, связанные с харассментом, ваши отношения. У вас такой блестящий в Инстаграме был пост, я уже не говорю про изображение, но про этот текст, он, по-моему, даже в одном посте не уместился. А мне вот, кстати, важно, скажите, фотографии, вы понимаете, что я провоцировала? Вот вы, как человек, который... Шикарно. Правильно сделала? Абсолютно, по мне, да. То есть вы же понимаете, что она старая, и я просто хотела проиллюстрировать материал. А я не понял, кстати, что это старая фотография. Очень старая, конечно. Или 12. Ну, поскольку вы до последних 12 лет, в общем, не изменились, только по прическе, я должен был понять, что там короче гораздо такой... Там вообще парик же нет. А это парик, да? Да, да, да. Вы знаете, я человек больше конкретных, наверное, историй, потому что так понятнее для меня, во всяком случае, думать и мыслить. Я конкретно написала пост про депутата Слудского. Все говорят, а был ли мальчик или не было мальчика. Ну, все очень просто. Есть конкретные показания трех журналисток с именами и фамилиями. Они не анонимные. Есть диктофонная запись. Как она получена? Каким образом она получена? Это детали, которые, наверное, должны выяснять в суде. Но факт остается фактом. Есть живые люди, которые его обвинили. И не отвечать на эти обвинения, на мой взгляд, нельзя. О чем я и написала. Может быть, очень эмоционально, может быть, отчасти по-женски. Но я считаю, что, вы уже знаете, есть какие-то моменты, когда мы журналисты, вне зависимости от того, дружим, не дружим, в дружественных изданиях работаем, не дружественных, знаем друг друга, не знаем. Мы просто как люди, которые считают журналистику своей профессией, мы не можем молчать. Вы знаете, в этом инстаграме, в этом тексте там был один момент. Я когда читал, вспомнил свою беседу, тоже в рамках «Важной персоны», с вашей бывшей соведущей по «Железным леди», с Маргаритой Симоньян. Она мне рассказывала, что харассман-харассман, там никто не говорит про этих дедушек. Очень важно, нас же будут смотреть молодые журналисты. Допустим, вы же понимаете, что есть большое количество молодых журналистов, которые, может, вас уже и не знают. Да большинство, да. Ну, тем не менее. Нет, Жень, вообще к этому надо относиться нормально. Идет аргетирование аудитории. Аудитория декомпозируется на разные группы по разным интересам. Успомни себе, есть группы, в интересы которых я не вхожу, ходить не буду. Это нормально. То есть, вы понимаете, нельзя… Да ну. Конечно. Например, опишите мне такую страту. Слушайте, ну, я хочу вам привести, например, девочек, которые увлекаются, например, мейкапом. Я им вообще могу быть неинтересна. Вот есть огромная группа ВКонтакте невероятных девчонок, 15-16-летних, которые зарабатывают уже на этом деньги. И им вот интересен исключительно лайфстайл. Я все время анализирую, что людей интересует в связи со мной. По-моему, вы такая ролевая модель вообще для любой девочки. Для целеустремленных, да. Я же анализирую. В этом смысле я люблю технологии и люблю все подтверждать фактами. Меня, я интересую тех, кто любит спорт, здоровый образ жизни. Эта аудитория, правда, полностью моя. И деньги. Знаете, я вам скажу, прям последовательность я смотрела. Тех, кто интересуется здоровым образом жизни, интересую конкретно и являюсь реальной лидирующей ролевой моделью для них. Дальше идут те, кого интересует профессия, карьера, молодежная политика. Вот именно молодежь. Потому что они во мне видят человека, который с ними готов говорить на их языке и не боится критики конструктивно, не боится показаться смешным, не боится в чем-то не соответствовать и понимает, что во всем соответствовать нельзя. В этом. Ну, только-только к этому привыкают, потому что картинки и длинные посты в Инстаграме, если вы обратили внимание, они гораздо меньше набирают лайков, шейеров. Ну, изображения там доминируют. Конечно, где просто красивая фотография с красивым мейкапом, то, о чем я вам говорила. То есть, если упростить свой монолог, я хочу через картинку нести содержание, я пытаюсь, Женя. Но не всем это надо. Гораздо большей популярностью всегда пользуются просто картинки. Чем проще, тем легче воспринимать в большом количестве контента. Я пытаюсь через это усложнять разговор с аудиторией. Поэтому вполне себе есть люди, которые не хотят усложняться. Зачем? Это нормально. Поэтому, возвращаясь к тому, что я говорила, здорово, что нас видит молодое поколение, я уверена. Я-то везде ссылки дам, чтобы нас молодежь посмотрела. И вот вы это прекрасно знаете. Что такое заниматься расследованием, что такое собирать источники, что такое находиться в опасности. Потому что, когда ты, собственно говоря, начинаешь копаться в какой-то теме, которая может представлять опасность для чиновников, для власти, и ты сам находишься в опасности. Так было, извините меня, 20 лет назад. И так может оказаться сейчас. Но есть темы, еще раз повторюсь, к которым мы так и не привыкли. Они табуированы. Каждая девочка, конечно, сталкивалась с таким дедушкой. Или слышала про него, или видела, или подружка сталкивалась. Не принято про это говорить. Каждая женщина сталкивалась с насилием в семье. Не очень принято про это говорить. Каждая? Я думаю, что в той или иной степени, я не знаю статистику, всегда надо аккуратно относиться к слову «каждая». Но, тем не менее, я думаю, что, конечно, женщины сталкиваются с насилием в семье. А как? Вам приходилось сталкиваться в своей семье? Вы знаете, я такая же женщина, как и все остальные. У меня за плечами два брака. Ох, вы не такая, как все остальные. Ну, ладно. Нет, Женя, я же тоже с нуля начинала. Я вышла замуж за обычного парня. Мой первый муж не был ни олигархом, ни политиком, ни бизнесменом. Поэтому через разные этапы проходила. Другое дело, что я, конечно, и в случае с харассментом, и в случае с насилием, я умею за себя постоять. Но я понимаю, что вот здесь я, правда, особенная. Я-то могу за себя постоять. Но не все могут. То есть, если бы ко мне приставали, неважно, к Тине Канделаке сегодняшней или 20-летней давности, я бы сдачи сразу дала. О чем я и написала. Со мной никогда в этом смысле не заржавело бы. Но не все так могут реагировать. Это просто особенность темперамента. И вот в этом случае, конечно, важно объединяться и говорить, что не молчите. А почему какой-то разный спрос все-таки с людей, допустим, шоу-бизнеса и с людей политики? Вот про театрального режиссера Рахиля Гауза, кто только не писал. И там актрисы рассказывали, что Путин, вот там театр лежит через диванчик. Писали в журналах, в этих тиражных, в блогах. Как бы вот это не подхватывается. А когда речь зашла о политике, это сразу получило такой резонанс. Разный спрос с политиков и с людей богемы? Ну, Жень, наверное, просто я не знаю. Я же не театральный человек. Мне сложно судить, почему, например, в театральной среде харассмуту, например, в России, вы считаете, относятся терпимее, чем, условно говоря, это произошло в среде политиков. Но, заметьте, Вайнштейна тоже какое-то время люди терпели. Харви Вайнштейна терпели вплоть до того, как он, в общем-то, не сдал позиции в своем бизнесе. Это тоже на политику завязана история, на самом деле. Он накатил на Трампа и получил ответку. Вообще, вы понимаете, это стало инструментом. Я бы даже по-другому пошла. То есть, если мы говорим с нашей журналистской точки зрения, мы понимаем, что все такие непозволительные для публичных людей поступки, они начинают копиться. Другое дело, что если раньше они копились в папке определенных органов, то теперь они начинают копиться на телефонах, они начинают копиться в смс-ках, они начинают копиться тем же контентом, который эти люди производят. И что самое смешное, даже самые крутые продюсеры ловятся на элементарных вещах. Ну, я имею в виду, что, смотрите, я вот большой поклонник разных сериалов. Сейчас даже там у Суденберга вышел замечательный сериал такой, парафраз Бунюэля «Дневной красавицы», а девушки по вызову. И там разные истории разных девушек. Кто-то учится, кто-то делает карьеру, кто-то оплачивает образование. И там тоже есть сегмент политический. Ну и, конечно, записывают. Конечно, записывают, конечно, используют, конечно, шантажируют. Это же все сценаристы пишут на основе каких-то услышанных ими историй. Поэтому здесь просто в современном мире надо понимать, мы можем дозвониться до кого хотим в любую секунду, но также мы в любую секунду, может быть, кем-то записаны, и этот кто-то может использовать этот материал против нас. Это сегодня удивительная вообще история, связанная с тем, как большие компании, корпорации, их акции падают, их акции поднимаются. Да, мы несколько историй знаем. Но вы же прекрасно это знаете. Про Трампа сказал, сразу по ситуации вспомнил первую леди. И вот ваша дочь Миланя, ведь названа в честь Милани Трамп. Это ведь было 18 лет назад, когда она не была, в общем-то, фигурой глобальной, известной. Она даже его женой не была тогда. Да, она еще была просто... А почему она для вас была какой-то... 2000-й год. Как раз, собственно говоря, должен произойти 2000-й год. Все ждут 2000-й год. И помните, кто мы тогда, ТВ-6 показывали кто-то? Каждый раз после 12, после всех голубых огоньков, начинался знаменитый конец красоты Мисс Вселенная, который как раз финансировал Трамп. И тогда точно так же очередной конкурс красоты и выходит Трамп. Я даже, ну, как бы, еще не особо имела представление о том, кто такой Трамп. Ну, какой-то миллиардер американский. Ну, и, естественно, я как женщина на девятом месяце сижу и смотрю на прекрасных девушек. Девушки красивые, но смотрю, ведущие просто объективно на порядок лучше всех. Знаете, бывает красота. Сегодня вообще красота вещь очень легко достижимая. Койлия. В силу технологии. Ну, то есть, скажем, усредненное. Не буду спорить. Достоинство – это все-таки вот что-то, что является частью личности. Мне оно очень понравилось тогда. Ну, и, конечно, как любая грузинка, я очень хотела, чтобы моей дочери были голубые глаза, скрывать не буду. Я на нее смотрю, у нее глаза красивые. Господи, вот если девчонка родится, я уже знала, что девочка, но все равно как-то так переживала. А, я говорю, ну, если все будет хорошо, назову Миланей. И я прям решила, и она так родилась, я даже не задумывалась. Не было даже других имен. Вы все время, кстати, вот акцентируете, что вы грузинская женщина, при том, что мать у вас армянка. И мы знаем, что во многих культурах вообще на самом деле национальность определяет именно по матери. Или вы армянкой себя никогда не ощущали? Это, знаете, сложный очень такой вопрос, провокационный, потому что грузины и армяне всегда в этом смысле спорят. Знаете, Булгаков еще говорил, что вопрос крови самый сложный. Один из самых сложных вопросов. Скажем так, вы знаете, я же выросла в Советском Союзе. С одной стороны, я, конечно, хорошо говорю и на армянском, и на грузинском. Меня воспитывала армянская бабушка, а в то же время меня летом отвозили в грузинскую деревню. И для меня эти две культуры шли параллельно. Естественно, с русской культурой, потому что меня изначально папа отдал в русскую школу. Причем не в самую обычную. Он отдал меня в школу для детей военных. Военных, да, я читал в Википедии. Хотел спросить, почему так? Это особенная школа, в ней в основном учились дети военных. Вот как раз те самые ребята при Кате Поле, кого привозили, кого-то на три месяца, кого-то на год, кого-то на полтора года. Поэтому мне очень много одноклассников живет в Москве. То есть в Москве, Подмосковье они просто переехали. Почему так? Потому что папа был за мультикультуру. Папа считал, что очень важно иметь широкое образование и широкий кругозор. За что я ему крайне благодарна. Потому что меня на самом деле 1 сентября мама отвела в грузинскую школу, чтобы я получила грузинское образование. В грузинском смысле на грузинском языке. Да. А папа пришел в эту же школу, это было очень смешно, 1 сентября. Меня забрал реально и отвел в русскую школу. И так я и закончила русскую школу. И очень ему признательно, потому что понятно, что грузинский и армянский шли автоматически. Русский тоже, потому что мы дома всегда разговаривали с мамой. А то есть дома коммуникация была на русском? На трех языках. Это сейчас стало модно. А как на трех? То есть папа знал армянский, мама знала... Мы между собой. Мама с бабушкой, когда они хотели, чтобы папа понимал, о чем они говорят, они на армянском. Когда, соответственно, не хотели, чтобы бабушка все до конца поняла, все переходили на грузинский. Мама у меня говорит и на армянском, и на грузинском, естественно. Бабушка не говорила. Это сейчас стало очень модно говорить про билингов, потому что чем хорошо вот такое проникновение языка изначально в большом количестве языков? Ты не переключаешься. То есть даже если, например, я не очень довольна своим английским, то есть я хочу, чтобы у меня был такой классический адванс, я даже со своим словарным запасом, я же не переключаюсь. Я могу говорить на языке и думать... То есть это одновременно у меня происходит. Я не переключаюсь и не перевожу в силу знания нескольких языков. Так вот на армянском, понятно, я говорю хуже, чем на грузинском. Но если я говорю на армянском, то я не переключаюсь, как и на грузинском. То есть я могу говорить и думать, и даже не могу, нет автоматически дети дочь сын на каких языках говорят у вас где получали образование здесь вы не отправляли что почему ваша ваша так принято я вообще не принято я во-первых им предлагала честно я не буду лукавить и грешами нет возможности и они ни за что просто принципиально ни один и вторая реально ну во первых есть наверное вопрос того что они конечно меня очень любят и не особо хотели со мной расставаться на длительный срок наверное я могла их вывести просто поставить перед фактом но я не стала этого делать я стараюсь с детьми разговаривать как с людьми взрослыми потому что я знаете чего же не боюсь очень когда ты в детстве что-то заставляешь делать и потом все складывается они приходят спасибо что ты меня заставлю да а когда не складывается они говорят я муж ты не хотел но ты сделан меня несчастный потому что ты решил реализовать свои амбиции на мне не всегда не хватало образования на западе я хотел еще буду учиться там но у меня так не сложились обстоятельства и сейчас на своих детях экспериментировать и собственно говоря воплощать то что не получилось у меня я считаю неправильно всегда говорю захотите я вам помогу вы можете получить там практику можете год там поучиться но пока ни один не 2 такого желания не высказали 1 уже учится в московском государственном университете на каком факультете а неужели журфак да то есть пошла по следам мамы но это в общем всегда ведь будут сравнивать миланью и тинатин в современном мире согласитесь никто не знает работать по профессии но человек будет два-три раза получать образование менять профессию в время за ним конечно надо взять канделаки я считаю не канделаки ну конечно но это но это же уже торговая марка канделаки потому что зачем начинать с нуля когда уже есть раскрученный бренд но пока во всяком случае ей помогает ее фамилия в определенном смысле сохранять самостоятельность это тоже очень важно потому что я всегда хотела чтобы они могли самостоятельно развиваться и могли быть не публичными когда они этого хотят и слава богу не все знают миланью в лицо то есть она не так часто появляется в моем публичном пространстве поэтому это преднамеренное решение люди так тем более для того чтобы иметь возможность самостоятельно развиваться не под давлением моего образа это очень важно мне кажется они общаются с вашим вторым вот мужем с нынешним супругом то есть там там контакт есть очень хороший да у мальчику часто бывает ревность что появляется другой мужчина к жизни там смешнее на самом деле мой супруг закончил философский факультет московского государственного университета а вот так хорошо я получил ответы на все вопросы семейного характера во второй части мы поговорим условно говоря про политику про политику но как бы давайте от семейной темы оттолкнемся милане 18 январе исполнилось она выборах принимал участие да конечно но естественно она как и конечно очень многие молодые игнорируют конечно но смотрите она какие современные молодежь про которую я знаю благодаря своим поездкам в институте университеты безусловно понимает о том что происходит я не могу сказать что она активно смотрит телевизор например на основе телевизора делает выводы но они все смотрят активно естественно блоги они естественно смотрят молодых блогеров которые интервьюируют политиков и через слов условно говоря социальные сети мессенджеры тоже формирует некое представление о современной политике они умные они понимают гораздо больше чем нам кажется что они понимают поэтому их наблюдение интересные замечания интересные интересно как например они говорят про многих кандидатов исходя из лояльности этих кандидатов к их кумирам или кумирам их поколения насколько я знаю очень многие как раз дети из семей скажем вашего масштаба то есть из детям государственных мужей и государственных леди но вы все-таки руководите федеральным каналом вы очень значимая фигура они голосовали за ксенина анатольевна собчак а что вас удивляет ну мне кажется что все-таки она очень такая одиозная фигура с ее заявлениями про что дети самые маленькие гаденыши что я понимаю что в своем кругу там кто-то может говорить что все летающие эконом-классом это нищеброды известный олигарх вообще сказал что все у кого нет миллиарда долларов могут идти то на чем мы сидим и сам принял участие в этом марафоне вот странно при этом смотрите у нее там шесть миллионов подписчиков в инсте у вас там полтора полтора под два за счет чего такая популярность вот вы считаете у собчак поделил ваш вопрос если на первую часть на вторую то что голосуют ничего удивительного нет потому что замечательно что на этих выборах появилось разнообразие и отчасти наверное сураки для этого поколения не самый релевантный кандидат но в лице ксении безусловно появилось разнообразие жаль что алексея анатольевича не было мог бы и он проучаствовать я считаю что чем больше выбор тем интереснее и тем ярче конкурентная борьба я считаю что тут бояться нечего потому что как вам сказать а чем больше что-то зажимается тем больше это сакрализуется запретный плод конечно зачем сакрализовывать наоборот все пусть участвуют дебаты все пусть рассказывают про свои программы все пусть дают обещания и желательно что потом эти обещания после выборов хотя бы отчасти выполнялись поэтому я очень позитивно отнеслась самого начала участию и ксении и других кандидатов что касается детей знаете вы наверное понимаете что дети же не особо вдумываются наверное как мне кажется в уровень ответственности те которые голосуют кандидата просто ведь молодая конечно но у нового мира нет прикольная конечно они выросли вместе с ней они выросли вместе к виде картинки вконтакте они выросли вместе на инстаграме они выросли вместе на каких-то других соцсетях программах телевизионном продукте и так далее что касается вообще интересная часть вторая часть вопроса конверсии количество подписчиков в я был удивлен политический капитал скажу смотрите вот я сейчас наблюдаю это очень интересно то что людям кажется что чем больше подписчиков тем больше лояльности аудитории это не так потому что важно на самом деле вовлеченность у вас может быть ну тогда вот в этой логике ольга бузова должна быть кандидата и ким кардашьян должна брал баллотироваться на следующих выборов президента соединенных штатов америки но здесь очень важно вовлеченность аудитории аудитория может на тебя подписываться но она может не поддерживать или обратил внимание что количество комментов примерно одинаковое в инсте то есть количество подписчиков сообщать больше чем у вас количество комментов на посты где-то примерно то же порядка это вовлеченность евгений с ней очень интересно работать потому что чтобы вовлеченность росла нужно с аудиторией бесконечно разговаривать нужно принимать его критику нужно с ней постоянно встречаться и нужно постоянно давать обратную связь вот я например пришла в институт мне разные вопросы задают потом не начинают в огромном количестве писать в директ я отвечаю людям и часто вы знаете когда бывает например неконструктивная критика я вдруг отвечаю они говорят это вы я говорю конечно я как это вы я написал специально думаю вас разозлю и не ответьте структивный критик слушайте ну у тебя нет талии зачем ты полезла в рэп стало выглядеть гораздо хуже вернее испанскую премьер-лигу вы знаете меня иногда обвиняют во всех смертных грехах и еще раз я вам вначале сказала к этому нормально отношусь но это же чаще всего тоже психологические такие выбросы адреналина у аудитории которые связаны с тем что с одной стороны люди становятся все более одинокими при развитии технологии это да поэтому агрессия начинает копиться и если она таким образом ну как бы выплескивается то тоже надо отдавать себе отчет что бывают просто одинокие люди которые таким образом пытаются привлечь к себе внимание это крика помощи крика боли а есть очень конструктивные внятные вменяемые люди которые много чего интересного мне пишут советуют и я эти советы правда учитываю повторюсь если я всем говорю не надо открывать социальные сети вы допускаете что на следующих выборах может победить кандидат женщина в россии в россии неоднократно власти были женщины поэтому ничего удивительного в этом нет цариц конечно но мне кажется нет такого вы знаете когда так говорят боже неужто у нас может победить я как раз считаю что очень легко можно абсолютно а вопрос а вы рассматриваете ли себя такую опцию выдвинуться кандидатом почему потому что я хочу работать по профессии тогда что что за профессию у тебя на тинкан я продюсер вы знаете это такая возможность продюсировать страну я скажу честно вы знаете мне же много вопроса дают и я не кокетничаю и не лукавлю вообще политика это очень тяжелый выбор это дорога не только полная соблазнов полной любви и лояльность это дорога полная ненависти это дорога полная жертв я не знаю мотивы я не так близко с теми людьми которые в этом году были кандидатами в президенты я не задавал этот вопрос но если они себя серьезно рассматривали в качестве конкурента владимир владимировичу путину наверное у них был целый список жертв на которые они готовы были пойти если сейчас серьезно с вами говорить на эту тему то я должна составить свой личный список жертв на которые я пойду я на эти жертвы не готова это раз два это достаточно большой промежуток времени когда любому человеку который решил заниматься будучи публичным человеком политической деятельностью надо разработать собственно говоря реальную действующую программу изменений которую он предлагает действующей власти если он реально собирается куда-то избираться я не обладаю такой программы изменения и многие мои взгляды достаточно радикально все кандидаты которые у нас были представлены в марте на выборах а у них есть программа изменений если бы она у них была наверное не набрали другое количество голосов поэтому я долго как пыталась разобраться что они предлагают не мне три темы волнует меня волнует естественно тема образования очень волнует очевидно оно должно просто быть полностью реформировано в современном мире если мы хотим соответствовать вы понимаете запросы нашего будущего дальше это тот же спорт потому что на самом деле мне кажется мы уже пришли к той точке когда изменения необходимы это молодежная политика я езжу по регионам я вижу какая молодежь у нас растет и правда вы знаете евгений с ним мало разговаривают то есть какие-то отдельные губернаторы которые много активности разных проводят а есть которые мало проводят а молодежи много стало она же после двухтысячных родилась и она хочет разговаривать а ей надо какие-то вещи помогать понять и объяснить с ней нужно работать элементарно и вот например по этим трем важна для меня тема про культуру молчу здесь я только потребитель но я считаю что конечно российская культура находится в той точке когда тоже стоило бы предложить программу изменений но я вот про эти четыре темы которые меня как обывателя волнует гражданина я ничего не услышала для себя полезного но говорить про какие-то более глобальные темы смешно не понимая собственно говоря больших цифр это все большие цифры промышленность это большие цифры военно-промышленный комплекс входящий в промышленности большие цифры я просто понимаю как менеджер что есть мир есть мы и всегда есть собственно говоря доля рынка которую занимаем в мире и всегда есть как бы программа мы наращиваем эту долю рынка или мы развиваем тоже внутреннее производство ну то есть здесь можно уходить в детали дебри я не стал бы это сейчас делать но давайте не будем я понимаю что этим надо заниматься смотреть вот согласно опросам последнее время самый любимый электоратом лидер исторический если вообще не персонаж это есть и десерт и читали вот он вне вне конкуренции грузин стать как вы считаете мы выговорили с вами про советские реалии при нынешней сейчас в россии может условно говоря грузин или грузинка армянина или армянка быть лидером страны то есть выберут ли ее электорат будет ли делать поправку на этнический фактор в советском союзе этого не существовало просто сейчас это будет я думаю что вопрос национальной политики ближайшие 10 лет будет одним из самых острых это правда больной вопрос я бы не стала сравнивать сталин потому что слишком одиозная фигура но я не знаю насколько в течение ближайших 10 лет 20 или 30 лет придет президент этнические нерусские но наверное кандидаты точно появится да они и были собственно говоря вы сами прекрасно помните кандидата джебраилова он же тоже выдвигался да и кандидат хакамада у нас было но на данных этапах исторического отрезка они не набирали достаточное количество голосов для того чтобы стать президентом россии возможно появится другие люди мы же не знаем и в любом случае вы знаете я думаю что все больше и больше формируется растет и развивается новая российская элита который так много пишут и западные сми 40-летних у которых разные фамилии и разное происхождение и они приехали из разных бывших советских республик но на сегодняшний день они уже представляют такой костяк на основе которого я так понимаю формируется в течение ближайших шести лет будущее россии это образованные люди это люди с большим опытом политической работы но в том числе и работы в правительстве они просто не публичные для большинства людей которые допустим через подписчиков формирует свое мнение о публично российской политики когда эти люди выйдут публичный дискурс я думаю что многих изменения представления российской политики может сильно измениться вас ресторан грузинской кухни имени вашего фенатин да он же до посещаемость падает или растет да когда начинаются обострения по разному сейчас хорошо да но в целом вы знаете все равно вот я очень люблю правда россию потому что вот сколько я здесь живу вы знаете я вот никогда не чувствовала правда вот на те что меня не любят или мне говорят уезжай не было это вот мне правда очень повезло я считаю россию своей родиной это моя вторая родина и вы знаете по тинатин столько теплых слов столько отзывов в разные периоды люди очень переживали что обострились отношения никто не переставал ходить в ресторан и как вы знаете никто не перестает ездить в грузию поэтому я очень надеюсь что когда-нибудь отношения восстановятся потому что как вы знаете русских туристов грузии сейчас очень много то есть там порой даже мне звонят и говорят слушай помоги с местом потому что нет места гостиницы элементарно и хочется чтобы конечно эта связь работала и в обратную сторону тоже вы так его распиарили я имею ввиду ресторан пригласив туда кадырова и выложу снимки мы говорили про соцсети легенда гласит что именно вы рамдан подсадили на инстаграм вообще на на сети до садила то не просто как это это было ли это был персональное обучение то есть как как это произошел процесс я большому количеству людей приходила и все время говорила как за те евангелиста откройте twitter против instagram это важно это будет средством общения мне это нравилось я увлекала всех разные люди по-разному восприняли эту информацию рамзан ахматович воспринял буквально и в отличие от большинства людей в очень короткие сроки сформировал команду из своих же ребят а многие вы знаете нанимают агентство которые работают почти все вот у него все свои это внутренне такой стартап то есть не доверяет он не чеченцам нет он просто все делает правильно вы знаете как человек который давно и много пишет вы прекрасно понимаете что очень сложно найти каких-то сторонних людей которые смогут передавать твою интонацию поэтому у него совсем другой подход он сам большом количестве производит контент а упаковывать этот контент и передавать его в разные каналы коммуникации помогает ему местная команда они снимают прекрасные ролики в большом количестве очень аутентичные кстати они они производят огромное количество контента для всех соц сетей и мессенджеров и поэтому собственно говоря у него этот канал коммуникации стал возможностью общения в первую очередь, с жителями Чечни, дальше, собственно говоря, со всей России и с западными СМИ. Его цитируют, извините меня, Financial Times. Поэтому чего тут говорить? Тут абсолютно понятен рациональный и правильный подход современного руководителя. Молодец, что так сделал. Я помню ваше интервью с ним. Он просто в открытую говорил, что вы его смущаете. Ну, как бы там... Вот скажите, разве я могу смущать? Да, конечно. Вы очень красивая, эффектная женщина. Конечно, вы можете смущать любого мужчину. Здесь, наверное, зависит от меня, как я себя поведу в ответ, правильно? Продолжу ли я смущать? В принципе, имелось в виду, что вы должны, придя на интервью к человеку, который человек Востока, скажем так, мусульманин, ну, хотя бы, если не в паранже, но прикрыть шею, руки. Мой вопрос. Вы осознанно использовали вот фактор своей сексуальной привлекательности в беседе с таким человеком? Это было практически спонтанная поездка. Мы же были с Колесником в этот эпизод. Да, да, я помню ваш этот проект. Мы долго договаривались, и мы, собственно говоря, на этом интервью с ним познакомились. Мне достаточно в ускоренном режиме искали, естественно, соответствующий наряд. Это нормально. Я, кстати, много писала. Вы, наверное, обратили внимание про Катар. Когда я, собственно говоря, поехала в Катар, я точно так же я отдаю себе отчет, что если я хочу разговаривать на профессиональные темы, то я и должна выглядеть, исходя из, скажем так, представления о прекрасном принимающей стороне. Но нашли то, что нашли. Там тоже ничего особенного не было. Было достаточно скромное платье. Оно было чуть-чуть здесь декольтировано. Я платье не помню, я помню реакцию Кадырова. Он молодец. Вы знаете, вот я хочу вам сказать, что он умеет говорить цитатами, и он умеет привлекать внимание, и он, в отличие от очень многих публичных людей, отдавая себе отчет, что каждое его слово и каждая его фраза может стать цитатой, умеет, как он сказать, умеет оставить след. Вот интервью было лет сколько? Десять тому назад. А все помнят, как он мне сказал, что я его смущаю. Собственно говоря, ему хотелось, чтобы это интервью запомнили, и его запомнили навсегда. Поэтому это не тот человек, которого, поверьте мне, смущает моё декольте. Он очень сильный, очень умный, и очень хорошо умеющий владеть собой руководителем. Он может стать президентом России? Вы знаете, не мне судить. Не мне судить, вы этот вопрос уже второй раз задаете. Может ли человек не русский, вы имеете в виду, стать президентом России? Да, я продолжаю продолжение темы. Не просто не русский, а чеченец. Вы как считаете? Я, вот, кстати, вы ведь меня сейчас просто спровоцировали, потому что я ненавижу, когда журналист ведётся, на него задаёт вопрос, а вы как думаете? И он начинает здесь говорить. Ну, интересно, правда. Я же подставку для микрофона здесь. Ну, прошу вас, правда, интересно. Я считаю, что если бы это выборы были сейчас, в марте, мы имеем пример выборов Дмитрия Анатольевича Медведева. И, собственно говоря, Владимир Владимирович сказал, что вот он поддерживает Дмитрия Анатольевича, и Медведев стал у нас президентом. Я думаю, что в марте этого года, если бы Владимир Владимирович Путин сказал бы, что Тинатин Канделаки или Ксения Собчак, или Вася Путин, или Рамзан Кадыров, это наш человек, которому он доверяет, который может стать президентом, то он был бы избран. Может быть, не с таким результатом. А вы так не считаете? Ну, я с вами согласна в том, что доверие к российскому президенту безгранично. И, собственно говоря, выборы это показали. И наши западные партнеры очень помогают. Да, очень помогают. Вот. Я думаю, что, знаете, вы, опять-таки, как журналист, вы чуть-чуть провоцируете, собственно говоря, очевидный вопрос и очевидный ответ. Конечно, уровень доверия к президенту столь велик, что, наверное, если бы он кого-то поддерживал публично, у этого человека было бы гораздо больше шансов в конкурентной борьбе быть заметнее. Но, наверное, президент Российской Федерации прекрасно понимает, так как он и есть не первый срок президента Российской Федерации, какой человек сегодня нужен стране целиком. Женя, я не политик, я не понимаю, не знаю, правда. вы умная женщина и красивая, и умная. Вот так вот сказать это ведь от женщины, которая очевидным образом разбирается в политике, это дыра бесценна, как, знаете, в рекламе одной финансовой системы. А вы просто вырубили, что все сразу на все опросы отвечают, да, конечно, Евгений, я сейчас вам все расскажу. Я не знаю. Нет, вы знаете, не хотите говорить. Я не знаю, нет, я не понимаю, и я даже не представляю, кто сегодня может оказаться президентом Российской Федерации, кроме Владимира Владимировича Путина, потому что я даю вам интервью, и это видит вся страна, а потому что просто геополитическая ситуация в мире, она настолько сложная, что уровень компетенции, силы, воли руководителя, который будет возглавлять Россию, должен быть соответствующим этому мировому вызову. Мне кажется, таких вызовов давно не было перед Россией. Ну, во всяком случае, с конца 20 века. Поэтому принимать такие решения, каждый день, от которых зависит жизнь страны в буквальном смысле, это дорогого стоит. Знаете, Тинатин, я когда ехал на встречу с вами сюда, я знал, что я буду беседовать с самым красивым из влиятельных людей России. Теперь я начинаю подозревать, что еще и самым умным. Спасибо вам большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова